Кадыров, я еще на одного мулу твоего хочу тебе донести. Ты просто не представляешь, что он говорит у тебя за спиной тоже, кстати. Тумсо, в каждой модели устройства есть свои преимущества. Складывается ощущение, что ты против плохих правителей, но если придет праведный и мудрый правитель, что ты скажешь, как в золотые века ислама? Смотрите, я не против правителей, я против модели. Ты понимаешь, что если сегодня поставить модель монархию, когда от отца передается к сыну, то да, отец, может быть, он будет красавчик. Но вот, если его сын будет мразью, то мы, имея такую модель, мы с ним ничего сделать не сможем. А я не хочу изначально иметь такую модель, где я обречен терпеть мразь, потому что он имеет на это право. Я не хочу это. Я хочу, чтобы была модель такая, как вот в США, когда пришел, если какой-то власть, ну, четыре года, потерпи его, и все. Давай следующего. Чтобы была вот эта сменяемость, процесс сменяемости, чтобы он был таким простым, а не как в этих монархиях. Ну и плюс еще здесь есть, здесь вопрос даже не столько, знаете, точнее здесь вопрос не только в хорошем или плохом правителе. Здесь еще вопрос в том, что в целом это как бы абсолютно несправедливо. Вот, как мне, допустим, принять то, что кто-то имеет право на эту власть, потому что он сын кого-то, а мой сын почему не имеет? Почему? Вы понимаете, что народы, которые так жили изначально, для них это может как-то приемлемо. Но для нас это неприемлемо. Я лично не могу это принять. Я не могу принять, почему сын Хампаша имеет больше права просто по своему рождению на какой-то трон, а мой сын не имеет. Сын моего соседа не имеет. Почему? Как мне это принять? Я изначально в этом как бы не жил, это для меня неприемлемые вещи. Поэтому не нужно пытаться нам себя переформатировать, что-то нам навязать. Тем более, если это не имеет никакого отношения к каким-то религиозным догмам, религия же нам не навязывает монархию. Наоборот, религия нам говорит о предпочтительности избираемости. Поэтому я думаю, что мы должны как раз стремиться к тому, что лучше, а не к тому, что хуже. Если в традиции Чечни издревле существовала демократия и неприятие монархии, то откуда такая централизация сегодня, которой даже в автократическом Туркменистане нет. Я вообще-то слова демократия не говорил, но отвечу на вопрос, откуда это? Конечно, из Кремля, откуда это? По-моему, здесь даже не может быть какого-то спора на эту тему. Кадыров это детище, не просто проект. Это детище Путина, это детище Кремля. Конечно, это та модель, которая выгодна. Не то, что даже выгодна. Это та модель, которую установил Кремль в Чечне. Их она устраивает. Я думаю, что они даже находят ее очень успешной. Поэтому... Но, конечно, нет. Мы сами по себе бы никогда к этому не приходили. То есть, такого не было, чтобы чеченцы когда-либо пришли вот к такому монархическому строю. Когда мы в период нашей национальной независимости, то есть, 90-е годы, у нас сменилось три президента за 90-е чисто. С 91-го по 99-е. У нас сменилось три президента. У них у всех были дети, сыновья. И вот никаких намеков даже не было на какую-то преемственность власти по линии отца к сыну или от брата к брату. Вообще ничего подобного не было. Даже заикнуться бы об этом никто не подумал. А вот как только Кремль оккупировал нас, у нас появилась потомственная монархия предателей. Один предатель передал второму предателю, второй предатель готовится передать следующему. И все они являются как бы отец, сын, внук и так далее. Поэтому подобного у нас, конечно, никогда не было. и если бы, допустим, наши отцы, если бы им кто-то такое сказал, они бы близко бы сказали, да нет, у нас вообще такого быть не может. Не поверили бы. Русские потомки крепостных рабов, увы не поймут тебя, наш, дорогой брат. да нет, здесь дело не в русских, а что в арабских странах, они же, они не крепостные же русские арабы, но для них это нормально. Для них эти правящие какие-то там семьи, королевство, мирство там у них, да, передающиеся где-то от брата к брату, где-то там от отца к сыну, ну, у них это нормально. Ну, они изначально, у них там рабовладельческий строй был, люди рождались в рабских семьях, и они как бы изначально с рождения были рабами. Для него не было вопроса, почему я раб. Он как-то жил с этим, у него, у многих из них даже не было вообще стремления к тому, чтобы освободиться, понимаете, как-то, то есть, наверное, для таких обществ это приемлемая такая модель, но для нас она абсолютно неприемлемая, мы никогда так не жили, поэтому мы не хотим даже пробовать это, даже понимать это не хотим. Зачем нам это надо? Кадыров, я еще на одно мулу твоего хочу тебе донести. Ты просто не представляешь, что он говорит у тебя за спиной, тоже, кстати, по поводу военной операции в Украине. На этот раз это Байали Тевсиев, помнишь, такого ты его с Австрии привез бывшей муфти, который после твоего отца стал муфтием Мичкери, который, кстати, объявлял джихад России, вместо когда твой отец отказался его объявлять. Так вот, этот Тевсиев сидит и молодежь отговаривает от того, чтобы они ехали в Украину. Что я тебе рассказываю? Давай ты сам лучше послушай, что он говорит. Почему вы безнал доставлено, что он говорит? Он говорит, что у него на интернете, телефон, и его это относится на и в он Представь, что он про тебя говорит, Кадыров, сам и выговорит про тебя. Сам он не хочет ехать, умирать, хочет сидеть на мягком диване, кушать сникерс, попивать, запивать, это пепси. Своих детей, говорит, не хочет туда отправлять, умирать, а вас, говорит, туда отправляет. Неужели вы, говорит, это не понимаете? А как вы можете, говорит, не понимать? Представь, сидит и вот так вот нагло, ты столько добра этому человеку сделал, ты, можно сказать, простил его за все, что было, вернул домой, даже дал ему какую-то работу. А он, представь, сидит и отговаривает молодежь, да еще и таким наглым, неуважительным к тебе образом, упрекая тебя за то, что ты сам не едешь воевать, за то, что своих детей не отправляешь воевать. В общем, займись этим чуваком, чтобы он не трещал там своим языком. В том, что выразил пару слов про азербайджанскую агрессию в эти дни. Я так поверхностно только знаю, что там снова были какие-то обмены ударами. Ни о какой агрессии Азербайджана там речи быть не может. До сих пор территория Азербайджана оккупирована. И Азербайджан, если Азербайджан будет наносить какие-то удары, будет что-то проводить на своей территории, это полное право Азербайджана. Только поддержка будет азербайджанцам в освобождении своей территории. Карабах – это Азербайджан. И точка. Как же новчу войны допустили такое прорусское правительство? Уничтожили? Ты знаешь, воины имеют свойство погибать. Война тоже имеет такое свойство не только выигрываться, но и проигрываться. Поэтому вообще это такой переменный успех. Мы выиграли первую российско-чеченскую. Первое вторжение мы его выстояли, мы даже победили. Но второе мы, к сожалению, проиграли. Да, это результат наших каких-то недочетов, наших ошибок, наших грехов, если угодно. Субтитры создавал DimaTorzok